Вообще, современный мир, он позволяет, цена быть белой вороной очень невысокая. Раньше люди, вот они мирились с бедностью во всех странах. Ну, чуть понятно, что мы в особом европейском ряду, потому что всю страну нам разрушил Гитлер. Но в целом, до 70-х, может быть, до 90-х, может быть, 80-х годов, в Европе, в Америке люди жили довольно бедно. То есть, не было такого достатка, как сейчас. И цена быть другим, не таким, как все, была довольно высокой. Потому что, ну, вот все живут как-то так, более или менее, никак, серенько, денег ни у кого особенно нет. Ну, вот там, пальтишки одинаковые приблизительно покупаем, там, раз в неделю ходим в кино, там, в одной... Ну, вот это жизнь, да? Мало возможностей. И вдруг ты там, а вот ты, типа, не ходишь в кино, а ты там, не знаю, что-то делаешь другое. И ты вызываешь у всех своих соседей вот это ощущение, что ты какой-то другой. А раз ты другой, то ты чужой. А раз ты чужой, то ты почти враг. Ну, про это написано очень много книг. Это вот такая стандартная, ну, идеология, там, среднезажиточных, так сказать, бюргеров Европы и США. Ну, и у нас тоже было так. Если ты в коллективе выделяешься, то, как бы... И цена прорыва, она довольно высокая, потому что ты рискуешь тем, что ты другой, тем, что тебя уже этот социум не принимает, ты уже чужой. А в другой социум, чтобы попасть, это очень тяжело, потому что идет борьба за ресурсы. Никто закон джунгля не отменял. Сейчас мы живем в мире, как бы, тотально поменялся. Сейчас востребована индивидуальность. И цена выхода за норму очень невысокая. Ты не теряешь этот социум, ты им интересен. Ты другой. Они начинают смотреть, какой интересный у меня сосед. Взял машину, покрасил в розовый цвет. Он что, гей? Надо зайти спросить, да? Ну, то есть нету... Он гей. Как может мужчина ездить на розовой машине в 64-м году где-нибудь в городе, не знаю, Лос-Анджелес? Ну, это вызов. А сейчас, ну, да, странный. А почему? Можно спросить. Почему розовый? Может, что-то расскажет интересное. И не то, что мы ждем. То есть совсем другое отношение к проблеме свой-чужой вообще другое. Мир стал очень разнообразным. Люди к этому готовы. Поэтому, в принципе, сегодня проще намного. Ты можешь быть другим, ты можешь быть таким, как ты хочешь. Ты можешь быть в этом смысле маргинальным. Другое дело, в чем ты маргинальный? Ну и как. Потому что, ну что, как правило, маргинальность – это что? Ты берешь свой талант, и ты пытаешься на себя посмотреть, как на продукт. Ну, вот какие у тебя есть потребительские характеристики, например. Образование, интересы, возможности, связи, опыт, там, внешние данные, интересы. Вот ты берешь весь калейдоскоп, как бы себя раскладываешь на какие… Из этого складываешь какой-то образ, который ты хочешь продать. И пытаешься его продать. Ну, грубо говоря, чтобы стать журналистом, лучше получить образование, например, экономиста, или нефтяника, или машиностроителя. И стать лучшим журналистом по машиностроению, нефтянке или экономике, чем учиться пять лет вообще, типа, там, истории искусств, история, я не знаю, там, книгопечатания, я не знаю, чему там учат. И прийти, и говорят, ну, вот я журналист. А что такое журналист сегодня? Сегодня все пишут друг другу в день, все журналисты, вот эти все, вот на WhatsApp. Мы все описываем друг другу какие-то, да, мы все уже журналисты, нет такой профессии. А ты же хочешь как? Ты же хочешь этот талант превратить в капитал, ты хочешь ее продать, так ты пойми, в чем ты, в чем ты уникален? Или придумай себе уникальность, которая, вот, будет твоя уникальная уникальность, придумай ее, придумай себя как образ. Поэтому, я не знаю, вот это, где формула, формула вообще нет, это же все очень, более того, успех же такая страшная вещь, ведь мы же не говорим, как талант превратить в успех, мы же говорим, как талант превратить в капитал. Но, стать известным, это самое простое, дальше начинается самое сложное, быть, потому что один раз удивить можно, там, прыгнуть с Крымского моста, например, а что дальше? Ну, хорошо, там, через год скажут, слушайте, у нас есть такой житель города, ему даже сделали почетным гражданином, каждый день прыгает с Крымского моста, даже зимой на лед. Ну, так себе, слава, во-первых, больно, опасно, ну, показать нечего, ну, все время, ну, да, я не знаю, ну, может быть, хотя, не знаю, можно каждый день.